Всем привет! Сегодня мы хотим вам рассказать, как использовать и на какие зоны нашу пасту. Все вы знаете, что у нас есть 4 плотности, но возможно не всем понятно, особенно новичкам, какую же все-таки пасту нужно приобрести и для какой зоны ее использовать. Итак, начнем с плотности Экстра. Она очень похожа, если брать других производителей, на ультра-мягкую. Она очень мягенькая, очень эластичная, разогревать ее по сути нет необходимости. Эту плотность мы используем на поясничку, ягодички, на пушковые зоны, мы можем делать усики. Эту пасту я рекомендую использовать мастерам с опытом, потому что если вы новичок, вы возможно с ней не справитесь. Если вы мастер и имеете большой уже опыт, вам будет очень легко использовать ее даже на ножки, на голень, на бедра, на ручки. Если вы проходили скоростные техники, то это будет номер один ваша паста. Она будет быстро ложиться, быстро сниматься, поэтому для профессионалов, да, для новичков лучше мы рассмотрим следующую плотность. Это у нас идет мягкая, она уже более такая тягучая идет, то есть если ее используют профессионалы, ее уже нужно разогревать. Этой пастой мы можем сделать ножки, мы сможем сделать голень, мы сможем сделать бедра. Типу волос, если профессионал, то это средней жесткости волос. Если новичок, можно пушковый убирать тоже. Следующая у нас идет паста твердая. Мы чувствуем, что она уплотненная. Для работы ее нужно разогревать профессионалам. А новички могут пока не разогревать, но использовать для жестких волос и горячих зон. Горячие зоны это у нас подмышки, это у нас бикини, там как раз жесткий волос. Назобритый волос, если это голень, бедро. Что касательно профессионалов, однозначно разогреваем и используем только бикини, подмышки. Ноги будем очень долго делать. Следующая у нас плотность, последняя, это идет ультра твердая. Она в этой линейке самая твердая, очень-очень плотная. Прям вот даже видно, что шпатель деревянный начинает подгибаться под ней. Для домашнего шугаринга, для новичков будет очень хорошо, та же зона горячая, бикини, подмышечки. Если вы только учитесь, если вы начинаете делать, ножки можете попробовать. Итак, я вам представила все 4 вида плотности, которые у данного производителя есть. Для новичков я рекомендую брать не одну плотность, а выбирать хотя бы две, чтобы вы смогли смешивать ее между собой. Все мы знаем, что все профессионалы, все мастера, они тоже смешивают пасту. Есть разные типы волос, они встречаются 2-3 типа в одной зоне. Поэтому очень удобно, когда мы можем подобрать, а подбираем, мы немножечко добавляем той, немножечко той. Процентное соотношение бывает 50 на 50, 75 на 25. Поэтому для дома я рекомендую брать минимум 2 плотности и рекомендую взять это самую твердую и взять среднюю. Далее вы между собой их смешиваете. Если это зона бикини, зона подмышки, мы берем большую часть плотной. И если чувствуем, что нам хотелось бы немножечко ускориться, немножечко более мягкую ее сделать, мы тогда добавляем мягкую. И это все у нас смешивается, и мы проводим процедуру. Для профессионалов, конечно же, я рекомендую брать все. Разные клиенты, разные зоны, и на день по несколько сотен может быть. Поэтому нам нужно все. При выборе плотности пасты мы должны знать несколько факторов, которые влияют на выбор именно плотности. Первое – это температура нашего тела. То есть где мы, на какой зоне планируем проводить процедуру. Есть у нас холодные зоны, есть у нас горячие зоны. Горячие зоны – это у нас подмышки и зона бикини. Бедра, внутренняя часть тоже относятся к горячей зоне. Все остальное, в принципе, у нас более-менее холодные зоны. Поэтому на горячих зонах мы берем плотные пасты. От средней до самой плотной. И на холодные зоны мы берем от средней и к самым мягким. Второй важный фактор, который мы должны учитывать – это температура помещения. Опять-таки, если в помещении температура низкая, конечно же, мы берем более мягкие плотности. Если температура в помещении высокая, нет кондиционера, оно не проветривается, то, конечно же, мы выбираем более плотные пасты. И третий фактор – это температура наших рук. Чем у нас горячее наша рука, чем выше ее температура, тем, конечно же, нужно брать более плотную пасту. Потому что мягкие пасты в горящих руках, они будут таять и не будут контролироваться. Мы надеемся, что мы помогли вам сегодня хоть немножечко разобраться, как правильно выбирать плотность. Если вам это видео было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. До новых встреч! Всем пока-пока!